Продолжаем сегодняшний вечер. Пока у меня закачивается первый ролик, который, надеюсь, вы уже посмотрели, я сейчас по ходу дела записываю второй ролик. Это в какой-то мере музыкальный ролик, потому что я тут дам ссылочку, которую рекомендуем посмотреть. Речь пойдет о богемской рапсодии. Ну, как вы знаете, богемская рапсодия – это знаменитейшая вещь, которая была написана группой Queen, исполненной и написана. Я считаю, это просто уникальная вещь. И вот есть такой на Западе музыкант Ричи Кастельяно. Кажется, так правильно произношу, да. Он достаточно известный, хотя не сказал бы, что он такой супер-известный. Но известный на Западе, в России буквально его, наверное, единицы знают, потому что, когда я посмотрел несколько его роликов, ну, не сегодня, я и раньше смотрел, я там не видел ни одного комментария на русском языке. Только я, если напишу, только я пишу на русском. Поэтому я считаю, что в России не нашлось, не нашлось знатоков и ценителей настоящей красивой музыки. Вот так вот этот Ричи, он забацал кавер вот этой богемской рапсодии. Вы знаете, что эта вещь очень сложная. Это, во-первых, сложнейшая композиция сама по себе, сама по себе сложнейшая, да. Плюс она разложена на голоса, там различные инструменты, очень интересно так это сочетаются. Вот. И фактически считается, что одному человеку не под силу воспроизвести вот эту вещь, ну, достаточно, так это сам, достойно, как кавер, да. Так вот, Ричи Кастельяно, он один сам, он своим, вот, собственным голосом, разложил свой голос на четыре, там даже, по-моему, на пять партий, да. Он там вообще за счет всего оркестра даже пел. Ну, то есть, вы знаете, наложение звука идет, он пел первым, вторым, третьим, четвертым, пятым голосом, вот, потом все это накладывал. Плюс, само собой разумеется, он исполнял аккомпанемент сам лично на всех инструментах, все инструменты, которые там присутствовали, там, по-моему, четыре гитары присутствовало, там ударные, естественно, там фоно, еще разное что, там куча инструментов, там что-то на симфонический оркестр, все это сам, своими руками все это наигрывал, да, потом все это записывалось, скомпоновалось вместе, вот, и сложнейшая, конечно, работа, но в итоге получилось вообще супер-пупер, вот. А теперь скажите мне, есть ли в России, ну, я не буду говорить про Пугачеву, Филип Киркорова, этого Боры Моисеева, да, про ваших великих певцов, они, естественно, такого никогда не делали и не могли бы сделать, потому что это бездари полнейшие, да, вот, они просто, как сказать, на безрыбье и рак рыба, да, как говорится, да, среди русского быдла, они, как бы, там, супер-пупер, это самые исполнители. Ну, то есть, я вам что хочу сказать, опять же, да, почему, опять же, что в России даже среди музыкантов царит уныние, уныние и, как сказать, комплекс неполноценности, потому что среди музыкантов российских нет ни одного музыканта, ну, современной музыки уровня, ну, даже, допустим, того же речи Кастелана. Вот, посмотрите, я там сейчас дам ссылочку, вот, именно на этот ролик, там, можете сами поискать какие-то другие, и, по сравнению, ну, сравните, что он сделал, какую он работу проделал, да, и как это качественно было сделано, и что делали или делают даже ваши эти фили Киркоровы, короли, так сказать, российской эстрады, вот, не говоря уже всех остальных там, вот, ну, и так, между прочим, в догоночку к первому ролику.